Приветствую! Хочу дать несколько советов по дренажно-фекальным насосам и возможно мои советы уберегут вас от переплаты. Я пользуюсь самым дешевым, самым простым китайским дренажным насосом уже 4 года. Выкачиваю примерно 15 кубометров воды в год, мне больше не надо. Мощность моего насоса 0,35 киловатта. Я погружаю его примерно на 2,5 метра, и длина, на которую я выкачиваю, это где-то 12-16 метров. Этих 0,35 киловатта для этого хватает, потому что при выборе насосов многие гонятся за мощностью, за какой-то подачей. Если у вас участок ровный, если у вас 3 метра где-то глубина, и вам не надо вот этот вот метраж гнать, эту воду, то 0,35-0,4 киловатта вам будет достаточно. И я не понимаю немножко людей, когда они при выборе говорят, вот этот выкачивает насос объем, там, куб за 20 минут, а этот за 35. Да какая разница, хоть 20, хоть 35. Вот лично я его использую минут 10, он у меня 15 работает, а потом я его отключаю, он отдыхает. Эта китайская техника, она не предусмотрена к каким-то перегрузкам, там, есть там, в каких-то защита от перегрева, но это все ерунда. Хочешь, чтобы она служила, китайская техника, эксплуатируй ее очень нежно и бережно. Это был первый совет. Второе. При покупке дренажно-фекального насоса чаще всего предлагают шланги. Эти шланги, вот все, что я видел, оно реально некачественное. Они бывают разного диаметра, разной длины, но они все тонкие, они перегибаются. Если вы интересуетесь этой темой, значит, скорее всего, у вас есть шланги. Обычные шланги для полива. Вот я беру обычный шланг для полива и просто его вставляю. У меня как раз совпадает вот этот диаметр. Я даже какого-то стопорного зажимного кольца не ставлю. И этот шланг, я знаю, что он не перегнется, что у него диаметр меньше. Ну и хорошо, что у него диаметр меньше. Не важно, какая разница. То есть нас насос выдавит. И я знаю, что он не будет перегиба. И мне не надо покупать эти шланги, которые реально не нужны. Если у вас... Поэтому при покупке вы поинтересуетесь, какой здесь диаметр выводного вот этого вот выхода. И, ну, если получит, может, бывает, еще переходники идут здесь. Поэтому вы сможете подобрать, если переходники идут, так, чтобы использовать обычный шланг. И третье. Я выкачиваю две ямы. И при выкачке я никогда вот так вот не вставляю насос в яму. Я взял пластиковую бутылку. Она у меня вот такая вот внизу обрезанная. Я ее вот так вот вставляю. И у меня получается, я четко знаю, что какая-то листья, грязь, мул, оно не попадает. И вот такой вот фильтр сделать очень легко. Можете там попрокалывать. И ваш насос будет в чистоте. Потому что все вот эти гарантии на эти насосы, они достаточно условные. И там больше отказов от гарантии, чем какой-то гарантийной поддержки. Ну, надеюсь, вот эти три совета вам помогут при выборе. И вы не будете переплачивать лишних денег. Подписывайтесь на канал и счастливо!